Тела называются свободными, если их перемещение в пространстве ничем не ограничено. Тела, ограничивающие свободу других тел, называются связями. Со стороны связей на любые другие тела действуют пассивные силы, мы их называем реакцией связей. И любое несвободное твердое тело можно рассматривать как свободное, если отбросить связи и оставить только их пассивные силы, то есть действующие реакции связи. Различают несколько типов реакции связей в зависимости от поверхностей, на которых находятся исследуемые тела, или ограничений, которые накладываются на движение свободных твердых тел. Первая связь это идеальная поверхность. Под идеальной подразумевается гладкая, без шероховатости поверхность, при движении по которой на тело не будет действовать сила трения. Реакция гладкой поверхности ограничивает движение тела под действием силы тяжести. Она должна скомпенсировать эту силу тяжести. Поэтому направление такой реакции гладкой или идеальной поверхности будет перпендикулярно общей касательной плоскости двух соприкасающихся тел. Поскольку это направление называется нормаль, то чаще всего такую реакцию обозначают буквы Н и называют реакцией нормального давления. Следующая связь это опорная точка или ребро. Если какое-то массивное тело, например, брус опирается на ступеньку, на угол или на стену своим углом, то возникает реакция, направленная перпендикулярно опираемой или опирающейся поверхностям. Такие реакции возникают в любых точках соприкосновения этого бруса с ограничивающей его поверхностью. Следующая реакция это натяжение нити. Нить, представьте себе обычную швейную нитку, невозможно сжать, нить работает только на растяжение. Причем таких нитей, которые ограничивают движение других тел или на которые подвешивают различные брусья и балки, может быть несколько. Реакция нити будет всегда направлена вдоль нити, в сторону обратную возможному растяжению и несколько нитей, создающих такие реакции, можно сложить по правилу параллелограммы сил, то есть найти одну равнодействующую. Очень важно, что в теоретической механике за идеальные нити принимаются любые ремни, тросы, цепи, канаты, веревки. Мы не учитываем в идеальной нити ее вес, массу и способность к деформированию. Следующая связь называется идеальный стержень. В отличие от нити, стержень можно и сжать, и растянуть. Поэтому либо подвешиваем балку на стержне, либо опираем на этот идеальный стержень какое-то другое тело. Реакция будет называться усилие стержня. Используется обычно буква S от strength, растяжение, и направлена в сторону противоположную действующему весу опираемого тела. Следующая реакция называется неподвижная опора. Если мы рассматриваем эту реакцию в плоскости, то неподвижная опора представляет из себя цилиндрический шарнир. То есть кривошип или какое-то любое тело, которое присоединено к этой опоре, может совершать вращательные движения в плоскости перпендикулярной оси вращения. Как направлена реакция кривошипа, мы чаще всего не знаем. Но согласно аксиомистатике, любую силу можно разложить на составляющие. Поэтому в плоскости раскладываем эту реакцию по выбранным координатным осям на x, а затем определяем модуль этой реакции через сумму квадратов проекции под квадратным корнем. Если же мы рассматриваем неподвижную опору в пространстве, это уже будет сферический шарнир, и он позволяет прикрепленному телу вращаться относительно точки. Тогда неизвестная реакция сферического шарнира раскладывается уже на три составляющих по выбранным осям декартовой системы координат. И точно так же, складывая по известной формуле проекции x, y, z, мы можем получить модуль этой реакции связи. Направление по направляющим косинусам, если не дано другого условия. Еще одна реакция, она называется подвижная опора или каток. Представьте себе каток, который закатывает асфальт. Он может двигаться как угодно по поверхности, не может упасть вниз. Здесь мы с вами можем заменить такую связь только одной реакцией, и она будет всегда направлена перпендикулярно опираемой поверхности. Поверхность может быть расположена под углом. Причем каток может совершать и плоскопараллельное движение по всей этой поверхности. Еще одна реакция связи, которая называется скользящая заделка. Представьте себе, что вы очень плотно насадили колпачок на ручку. Что вы можете сделать? Снять этот колпачок, а вот покрутить уже будет проблематично или пошевелить. Такая связь заменяется одной реакцией, которая направлена перпендикулярно стержню и моментом, который противодействует повороту. Есть еще одна разновидность скользящей заделки. Она называется бискользящая заделка. Тело может свободно перемещаться в горизонтальной вертикальной плоскости, а вот поворот уже недопустим. Существует много разных условных обозначений, и бискользящая заделка характеризуется или заменяется только своим противодействующим моментом. Еще одна реакция связи, которая называется жесткая или глухая заделка. Балки, которые жестко заделывают в стены вертикальной либо горизонтальной поверхности, называются консоль. То есть консоль это брус, защемленный одним концом. Такая связь не позволяет перемещаться ни вдоль, ни поперек, ни поворачиваться. И если мы будем рассматривать на плоскости, замену этой связи и реакциями, то мы должны нарисовать одну силу, которая действует на наше тело, и какой-то противодействующий момент. Неизвестна направленная сила опять должна быть разложена на две проекции х и у. И момент, мы не знаем, кстати, как он направлен, рисуем его произвольно. Называется в данном случае реактивный момент. Он представляет из себя момент пары сил, действующий в этой жесткой заделке, потому что брус закреплен какой-то частью своей длины, именно неподвижным защемлением. Если мы рассматриваем жесткую заделку в пространстве, то теперь ограничиваем все шесть возможных перемещений тела. Три перемещения вдоль координатных осей и три поворота вокруг этих координатных осей. Соответственно, неизвестную реакцию связи мы раскладываем на три проекции вдоль осей Rx, Ry, Rz. А неизвестный реактивный момент тоже раскладываем по проекциям относительно этих координатных осей. Далее мы можем с вами определить модуль этой реакции и модуль момента. Еще одни реакции связи, которые носят условные названия подшипник либо подпятник. Что такое подшипник? Подшипник создает на плоскости одну реакцию, перпендикулярную поверхности стержня. Это, кстати, очень похоже на неподвижную опору или каток. А в пространстве реакцию подшипника мы раскладываем на две составляющие по выборным осям, например, по оси Х, по оси Z. Подпятник или стакан ограничивает три поступательных перемещения, поэтому реакция, реакция подпятника раскладывается уже на три составляющих по всем трем координатным осям X, Y и Z.